Борьба переселенцев за право оставаться в киевском общежитии на Кустанайской, 6, продолжается. Напомним, 30 семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, сюда направило Киевское управление соцзащиты. Но, по словам людей, они не жили, а выживали. Руководство здания выставляло огромные коммунальные счета с непонятной калькуляцией. Дальше за долги отключали электроэнергию. Девять дней люди находились без тепла, света, с малолетними детьми, инвалидами и пенсионерами. Неделю назад им включили электроэнергию, но противостояние продолжается. Ну, пока включили свет, живется относительно нормально, но каждый день мелкие пакости администрации продолжаются. Вот сегодня, вчера вывесили объявление о том, что мы якобы незаконно проживаем. Они не несут ответственности, если какой-то пожар, другое бедствие, то ли это предупреждение нам, то ли угроза, то есть, ну, постоянное напряжение. Полтора года люди пытались добиться встречи с министром юстиции Украины. На балансе этого ведомства и находится общежитие. Они готовы оплачивать все коммунальные услуги согласно букве закона и установленным тарифом для населения. Сейчас же половина жильцов счета оплачивает не полностью, говорят, из-за завышенных данных в платежках. Уверяют, они хотят жить в правовом поле, хотят быть услышанными. Прежде всего, вопрос перетарификации, потому что мы добиваемся, чтобы переселенцы оплачивали, как обычные киевляне, по тому тарифу, который действует для киевлян, то есть, услуги по энергоснабжению, услуги по водоснабжению. Кроме того, мы добиваемся, чтобы нахождение там переселенцев было введено в правое поле, как это надлежит, то есть, были заключены договоры, было определено, сколько переселенцы должны справедливо платить, с учетом того, что тариф должен быть сформирован на основании действующего законодательства, а не как хочется просто администрации. Кроме того, то есть, у нас есть ряд вопросов, связанных с администрацией этого общежития, которое сейчас оказывает давление на переселенцев. Долгожданная встреча состоялась 11 февраля. Павел Петренко выслушал людей, поручил создать рабочую группу, которая сверит все тарифы задолженности и сделает выводы. Пообещал лично ходатайствовать перед Кличко несообразности оплаты туристического сбора, который также следует оплачивать жителям Кустанайской-6. Люди предварительно встречи остались больше довольны, чем расстроены. Мы задумывались, что мы делаем рабочую группу, до которой вы включаете своих трех, максимум пять представников. Крайше, чтобы она была компактна, три людины. Там будут представники в министерстве, которые не будут зацикавлены в этой ситуации, потому что мы третя сторона. Мы выяснились. Сразу после нашей защиты собираетесь. Робуем сверку за оборудование по коммунальным платежам. Если бы были факты поставки коммунальных платежей, которые фактически не поставлялись, вместе возвращаемся к Киевенерго, и мы им не платим. И это нормально. Много претензий переселенцы выдвигают к директору центра. Переквалификации юристов при Минюсте Екатерины Чижмарь. Это балансодержатель общежития. Она же пообещала ни на кого не давить и не препятствовать жизни в общежитии. Однако пыталась уточнить, что здание не предназначено для постоянного пребывания, чем вызвало недоумение людей, которые уже полтора года вынуждены считать эти стены своим домом. Насамперед, я хочу зауважити, я не буду як директор центру перешкоджати будь-яким укладенням напряму договорів, але хочу зауважити наступне, що наш гуртожиток – це є гуртожиток і приміщення навчального закладу. Гуртожиток цей, він не є житловий. І кімнати в цьому гуртожитку не пристосовані до постійного проживання. Вони пристосовані тільки до тимчасового перебування. Тобто там не можна ні готувати їжу, ні інше. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!